всем доброе утро пью кофеек и блин еле-еле разлупила глаза сейчас ночью легли смотрели фильм допоздна и сейчас уже через полчаса будем выходить погода конечно капец дождинах когда вышла из маршрутки пришлось еще ждать несколько минут наверное минут три или четыре я постояла подождала короче дождик так более-менее успокаивался и тариф на таксу снижался потому что могла бы приехать за 5 рублей домой но приехала за 2 рубля мне еще таксист прям под самый дом поднес мои эти все сумки а уже на второй этаж я не знаю как это честно я заволокла потому что потому что это бляха нифига не нести рядом с собой сумку это просто вот берешь на пузо и поднимаешь и кстати дениса родители мне подарили вот такое вот клевое постельное белье фиолетовый цвет прям общая расцветка такая классненькая вот и не светлая и не темная грубо говоря это на камере но какой-то прям такой очень темно короче мой подарок вот и плюс еще 200 рублей медали чисто так на горит что-нибудь купишь то что тебе нужно еще нужно будет как-то на днях подойти купить по линии зимнюю куртку и сапожки потому что у нас вообще на днях обещают что якобы 0 и и ниже как бы похолодание будет поэтому нужно чтобы это все было дениса мама сказала играть я и тут отложила короче 200 рублей дали ей и как раз мы видели куртку 80 либо 90 там рублей на плюс сапоги короче на зиму куплю шапку у нее есть нужно будет чисто под эту шапку наверно как-то подобрать либо просто другую шапку купить поэтому говорит все смотрите чтобы не полинке купили теплые вещи вот ну там еще хватит даже на кофточки какие-нибудь поэтому надо будет как-то ее приодеть потому что у дениса и у меня все теплые вещи как бы зимние есть нам не нужно а вот у нее пока что осенняя куртка поэтому надо как-то уже думать вот это вообще неподъемная это что-то с чем-то короче тут у меня картошка в этом году урожай конечно как никогда он какая картошка офигеть огромнейшая просто сейчас хочу пересыпать она там как раз у нас в этой вот фигне подсохнет немного и кстати по поводу кабана короче сказали более-менее погода на днях там по моему в среду или в четверг должна более-менее проясниться я сижу короче на стрёме вот если допустим позвонят скажут мы сегодня колем свинью получается что где-то в три часа дня у нас есть в ту сторону автобус если что я на три еду раньше заберу полину вот денис просится с работы пойдет домой сразу же а я уже тогда просто ее раньше заберу на три часа сажусь на автобус денис ее заведет на следующий день получается в школу и а я приеду вот на этой маршрутке на 8 30 если уже прям вот так вот поэтому сидим и ждем нормальной погоды и смотрите еще что тетя ира передала это вообще офигеть целая большая замороженная малинка это для полины специально вот тетя ира это дениса мамы брата жена вот это вот они ездили когда это вот последние самые похороны были это вот этот дядя борис умер поэтому вот его жена передала они там более-менее так общаются поэтому говорит полинки завезете короче обалдеть это их вот садовая малинка а дальше тут огурцы помидоры яйца огромны просто вот и шо вы думаете здесь тут такая же фигня как я это все паковала вам просто не рассказать это вообще жесть о еще тут конфеты блин я забыла тапули тапули полине тут желе говорит купила и хотела что-то сделать в итоге полине сделать конфеты мешок просто баночка своей сметаны сами делали эту вкусняшку надеюсь не побили кошмар так тут у нас сало три куска это еще старый кабан и целое ведро яиц утку вот в лёхму капец у них куры несутся просто как шальные все сейчас я наверно трогать это не буду не не побили даже офигеть водила так ездит всегда целый ну мы тут прокладываем этой бумагой чтобы они друг от друга не стукались все я уже сижу на квартире пришла недавно сейчас должен человек подойти и бегу на вторую квартиру высели людей наверно схожу белмаркет у нас опять дождь вот шумит это вообще капец блин так на улице холодно пипец короче всего одного выселила 2 заселила и сейчас схожу в белмаркет куплю продукты зайду в три цены посмотри может что-нибудь что-нибудь новенькое есть вот и на остановку у нас идет дождь хотела вызвать такси в итоге передумала еду на автобусе никуда не тороплюсь иду я уже из магазинов снова короче проехала на автобусе все-таки зашла в наш магаз и купила все для снова вот этих роллов в лаваше что-то захотелось так пипец и у нас уже дождя практически нету вот такой иногда по пару капель я уже дома смотрю что-то немножко тут поела малинку красивенькая класс вкусно очень короче мои покупки значит что купила лаваш вот этот гродненский другого не было поэтому думаю возьму этот читер маленькая лаис большая уже давным-давно чипсов не ела поэтому взяла вот 7 масел бальзам 7 масел шампунь последний забрала сыр 799 он сейчас на акции круто майонез балерон ветчина гречка 5 котлет для роллов и взяла в этот раз кусковой сахар котлетки я уже пожарила нарезала сыр тоненькими вот такими вот кусочками в этот раз буду очень много класть буквально по два куска таких нормальных чтобы было много сыра вот лаваш я потом разрежу и сейчас еще нужно нарезать помидорки помидорки тоже нарезала это мы все примерно через полчасика буду собирать роллы вообще тут даже написано какую начинку можно не написано то есть нарисовано какие начинки можно делать но я свой такой вариант классный придумала поэтому нам нравится вот так сейчас помыла волосы пошла и блин сейчас посмотрю на влажные волосы они такие темные ну как бы такой темно-русый цвет и понимаю что тот светлый который у меня получился вообще ни хрена мне не нравится я говорю я готова завтра даже пойти тупо взять краску реально и перекраситься блин типа в натуральной русой но то краска так называются но наверное подождем фигня моя челка так просто странно смотрится когда она сухая ощущение будто она просто вот кулаками такими как-то выскобана хотя нормально пошло как бы в реальности волос тут много просто где-то светлее где-то темнее кажется что будто ножницами там конкретно скубали хотя ну как бы все на месте блин вчера только немного буквально подстригла в итоге так по-идиотски это смотрится жесть никогда такой херни не было сейчас интересно и 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